Михаил Ходорковский вообще для меня такое очевидное единственное пятно светлое в общегосударственном масштабе. И жалко, что он сейчас сидит. Почему? Потому что те проекты, которые он вел, те проекты, в которых поучаствовал я, моя семья и мои знакомые, они хоть и закончены уже несколько лет назад, они до сих пор, результаты их видны. И сейчас, к сожалению, такие проекты никто не проводит. То есть государство посадило его своим каким-то делам, причем до сих пор недоказанным. Но те проекты, образовательные, нужные для молодежи, оно до сих пор их не восполнило никак. То есть никакие проекты не запущены вновь. Мои родители принимали участие в интернет-школе бесплатной. То есть когда государство у нас компьютеризировало все школы, и как-то не задалось вообще целью еще и обучить людей на них работать. То есть компьютеры просто стояли в школах, и никто не умел на них работать. И были организованы бесплатные интернет-школы, куда преподаватели совершенно бесплатно могли приезжать и обучаться компьютерным технологиям этим. Моя мама как раз была таким пустяком такого проекта. Сам я участвовал в новой цивилизации. Это практически был первый опыт, когда детские лагеря, их превращали в такое государство, где работают успешно и банк, и бизнес, и суды, и какие-то все эти образовательные штуки очень модно действовали. Можно так сказать, что в молодежную политику я попал только благодаря Нью-Ландии. Ну и, соответственно, когда попал в сам Иркутск, поучаствовал в проекте «Школа публичной политики», где, соответственно, отточил ораторское мастерство и получил некоторое вообще понимание того, что творится в этом мире. У нас ЮКОС начал работать практически в 2002 году, и первой программой было создание ЮКОС-классов на базе общеобразовательных школ. Следующий этап – это был создание детской молодежной организации «Новая цивилизация». И потом был муниципальный грант, в котором наша организация являлась конституционно-методическим центром. Практически вот все проекты, которые получили финансирование по конкурсам социальных проектов ЮКОСа, они продолжают работать, существуют. Организация «Новая цивилизация» тоже работает и существует. На базе ее создалось такое направление, как «Клуб роверов». А потом, когда закончилось финансирование от компании ЮКОС, у нас параллельно был конкурс муниципальных грантов, он продолжался. И поэтому инициативы жителей и молодежи, которые были в Ангарске, они были подхвачены уже муниципальным грантом. Люди прошли очень хорошее обучение, было много семинаров, было много тренингов. И, соответственно, они получили навыки управления проектами. И смогли их поддержать дальше уже без финансирования ЮКОСа, где-то получить дополнительное финансирование от муниципального гранта, где-то они привлекли другие сторонние финансирования, или это были благотворители, или это были гранты уже российские, областные гранты. То есть, вот образовательная часть была у ЮКОСа очень сильная. Одна из самых успешных историй – это то, что по инициативе ЮКОСа был создан фонд Новоангарска, он работает, он развивается. Без денег, конечно, компании, но без денег компании ЮКОС, как это в других фондах произошло. Но, по крайней мере, фонд живет и развивает. Успешный проект поселка Мигет. Там школа искусств получила финансирование на создание студии, глиняной студии. Ребята лепят, студия развивается, занимает первые места. Очень хороший проект был по кукольному театру в школе искусств номер два у нас здесь в Ангарске. Тоже театр развивается, театр работает и успешно работает. У нас, благодаря конкурсу ЮКОСа, некоторые инвалидные организации получили финансирование, получили оборудование, и организации очень успешно развиваются. Это уже теперь не организации-просители, это организации, у которых есть проектное мышление, у которых есть программы интересные. И эти организации в результате получили помещение, работают и развиваются. Ну, действительно, я в 2003, 2004 и 2005 году, я имел удовольствие пройти обучение в школе публичной политики и в школе гражданского общества. Это двух проектах Михаила Ходорковского и его фонда «Открытая Россия». Ну, на меня, конечно, оставила невладимое впечатление и вся эта учеба, но она действительно началась как бы с такого курьеза, когда действительно Ходорковский летел на открытие, на первую свою лекцию и, получается, не долетел. Вот, ну, в принципе, вот этот факт, он еще больше подтвердил смысл того, что то дело, которое он запустил, те проекты, которые он запустил, они состоялись. Они состоялись, потому что через эти две школы прошло очень много людей. Очень много молодых людей получило возможность дискутировать, впервые, значит, посмотреть экспертов федерального уровня, политологов, значит, работников администрации всевозможных, депутатов, причем как местных, так и федеральных. Значит, впервые они получили возможность поразмышлять о многих вещах, то есть, причем как о политике, так и об экономике, о социальных вопросах. Впервые для многих людей открылись такие термины, как гражданское общество. Ну, и многие-многие вещи, которые вот были на этих школах, они очень пригодились жизни. Я помню, после первого выпуска порядка 20, наверное, или 25 молодых людей пошли на выборы городской думы. Ну, то есть, это, ну, такой уникальный результат, по-моему, кстати, Иркутская школа в публичной политике, она очень выделялась в этом смысле, вообще по России, то есть, и была признана одной из лучших. Потому что вот такой всплеск, как бы, гражданской активности, он, в общем-то, это подтвердил, что действительно эти школы не прошли зря, люди получили некий заряд, некие знания, которые хотели использовать на благо своего, допустим, города там или области. Вот в числе слушателей были действующие депутаты городской думы, значит, областной, значит, потом люди, которые впоследствии стали депутатами и, значит, областного законодательного собрания, и городской думы Иркутска. Вот, некоторые из них уже в Москве у нас, вот, депутаты Государственной думы. То есть, все-таки эта площадка, она состоялась, несмотря вот на те события, которые дальше развернулись, несмотря на арест Ходорковска, несмотря на дело ЮКОСа. В общем-то, этот проект доказал свою жизнеспособность и очень много сыграл, очень большую роль сыграл в жизни многих людей здесь, в Иркутске.